Специально для военного корреспондента Юрия Котенка по боевой обстановке, но наступательные действия наши продолжаются на всех фронтах и развиваем успех в районе населенного пункта Верхнепорецкая, которая давно под нашим контролем и зачищена. Сейчас движение оттуда идет вглубь на запад с таким расчетом, чтобы зайти с фланга и с тыла Авдеевской группировки обороны противника. Одновременно с этим идет наступательные действия в районе Угледара, в районе Гуляйполе, в районе Никольского. Наши бойцы продвигаются с юга на север, вверх, таким образом, чтобы противника сдавливать с двух основных сторон. То есть в районе на Донецком направлении противник заблокирован, а вот с юга и с севера противник начинает сжиматься. Особо активно это происходит в районе Славянско-Краматорском направлении, со стороны Изюма. Там серьезные продвижения, серьезные успехи вооруженных сил Российской Федерации. В целом, по Мариуполю противник заблокирован на Азовстале. И нужно понимать, что принято решение, да, верховным главнокомандующим о том, что зачистка катакомб Азовстали производиться не будет. И считаю, все наши бойцы довольны, что это решение правильно, потому что действовать в закрытом пространстве, незнакомом закрытом пространстве, да, в рамках этих катакомб, которые могут быть и заминированы, где противник хорошо ориентируется, будет маневрировать. И мы будем получать огонь постоянно с неожиданных сторон. Конечно, это приведет к серьезным потерям, поэтому противник будет просто заблокирован, вот, так, чтобы головы поднять не смог, да. Но одновременно с этим никто ракетно-бомбовые удары, насколько я понимаю, не отменял. Поэтому я думаю, что все закончится или тотальной сдачей в плен этих ублюдков, или просто их смертью бесславной. В целом, в принципе, все идет хорошо, и я бы сказал, что идет все в таком ключе, как начало нашей победы. Потому что движения, мы знаем, да, идут и в районе, там, Херсонской, Николаевской, Запорожской области, там, работают, наносятся ракетно-бомбовые удары по живой силе противника, по военным объектам. В принципе, все идет достаточно успешно. Вот, отдельно хочу сказать, что в плен сейчас все чаще начали попадать украинские призывники, да, мобилизированные в так называемые террабороны. Причем, которые недавно мобилизированы, там, в марте, в апреле, в феврале. Вот, это говорит о том, что противник начинает насыщать Донбасский фронт, вот, просто нам новичками, да, которых с улицы приняли. Вот, то есть, говорит о том, о недостатке пехоты. И, конечно, обличаться нельзя о том, что все, пехота противника истощена. Можно понимать, что частично свои силы и средства противник с Донбасса выводит в крупные населенные пункты, там, к примеру, там, Запорожье, Днепропетровск, для того, чтобы организовать оборону этих населенных пунктов. Однако, все равно, основной костяк вооруженных сил Украины, основные силы и средства, конечно же, находятся на Донбассе. И нужно понимать, что даже если они захотят активно собрать свои манавки и свалить куда-то, к примеру, в Запорожье, то по дороге их могут ждать сюрпризы в виде ракеты-бомб. Поэтому тут тоже такой маневр для них в современных нынешних условиях, он будет крайне-крайне затруднить.